Итак, коллеги, добрый день еще раз. Давайте начинать. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Александр Стародубов. Я руководитель проекта компании BI-Consult. И сегодня мы с вами поговорим о рынке BI-систем в целом и о таком продукте, как ClickSense в частности. Глобально наш вебинар будет состоять из трех основных частей. Сначала достаточно кратко, минут 10 мы узнаем немножко по теории, пройдемся с вами, по теоретическим материалам в виде презентации. Затем минут 30-40 будет практическая часть демонстрационная. И в заключении будет секция вопрос-ответы. Поэтому если по ходу сегодняшнего вебинара будут возникать какие-либо вопросы, то пишите их, пожалуйста, в чат. И в конце нашего вебинара, в этой секции, я пройдусь по ним и постараюсь все на них ответить. Итак, начинаем наш вебинар. Начнем мы с того, что поговорим о том, что же такое вообще в целом BI-системы, зачем они нужны. Практически на всех предприятиях есть различного рода учетные системы, такие как SAP, 1S, Oracle системы, ERP системы и так далее. И, как правило, эти системы, они предназначены для того, чтобы ввести непосредственно учет, возможно, где-то хранить данные. И у компаний, которые показывают и осуществляют дальнейший эффективный рост, часто пользователи задумываются о том, что было бы неплохо иметь некий инструментарий, который, во-первых, может быть разным источником, осуществить консолидацию данных из разных источников и достаточно быстро, удобно, наглядно, именно в том виде, который им будет максимально удобен, предоставить для них информацию для того, чтобы, проанализировав те или иные моменты, они уже могли опираться именно на те достоверные данные, в том удобном, наглядном виде, для принятия соответствующих уже проблемческих решений. И здесь как раз в современном мире требования к информации, к ее доступу, они приобретают все большее стратегическое значение. То есть, если раньше, несколько лет назад или несколько десятилетий назад, как пользователи получали данные, либо заходили в специально приведенные для этого места, собственноручно, собирали необходимую отчетность, либо получали эту информацию по расписанию некие отчеты, собранием, планеркам, либо по требованию, по заказу, высшее руководство просило своих подчиненных подготовить информацию о нужные отчеты, пользовались таким вот образом, то на сегодняшний день этого является уже недостаточно, и пользователи привыкли к тому, что они получают информацию, находясь где угодно, в офисе, в пути, в командировке, кто-то даже в отдыхе, на отдыхе привык к тому, что он достает свой мобильный девайс, на планшере телефон и получает доступ к той необходимой информации, которая ему нужна. И именно поэтому современные биосистемы, они ориентированы на таких потребителей и расширяют возможность доступа к той аналитике, которая им необходима в повседневной жизни. И система Клик, как полноценная биосистема, она как раз позволяет пользователям получать их данные, несмотря на то, где бы эти данные не находились. То есть система, она подключается к учетным системам, к ERP-системам, таким как 1С, Афорах, Луновежда, Аксарта и так далее, CRM-системы, хранилища данных, различные веб-сервисы, начиная от наиболее распространенного Google Analytics и заканчивая такими эксклюзивными источниками данных, как YouTube, Facebook и так далее. То есть система, она, в общем-то, подключается практически к любому источнику. Мы видим сейчас на экране, что даже файлы с логами являются хорошим источником для IT-служб, подразделениями, например. И эта информация, она доставляется пользователю именно в том удобном, красивом, наглядном виде, с которым он может работать дальше. Вообще BI, они, системы и система CLIP в частности, имеют очень широкое применение на предприятии, и практически все основные функции предприятия, все основные подразделения, где идет хоть какая-то аналитика, там везде найдется место именно для системы CLIP. Это может быть самый верхний уровень руководства компаний, которые получают красивые наглядные дешборды, отражающие текущую ситуацию. Это может быть сбытовые подразделения, продажи, маркетинг, логистика, запасы, где очень много данных, очень много отчетов, которые не всегда удобны. Мы перестаем мыслить все именно категории отчетов, о чем мы более подробно поговорим в практической части, и начинаем пользоваться уже термином аналитика, анализ данных. Это финансовые подразделения, которые необходимо консолидировать информацию по разным юридическим лицам, и далее строить прогнозные значения, моделировать, анализ кадровой информации, производство, логистика, в общем-то все-все уже те подразделения предприятия, где есть данные, которые необходимо анализировать. Данных может быть много. И вот BI-система Клик как раз в этом приходит на помощь и здорово помогает. На сегодняшний день система Клик в России уже очень распространена, несмотря на то, что пришла в Россию на много-много лет позже, чем ею стали пользоваться в Европе, в Соединенных Штатах и так далее. Сегодня уже более 40 тысяч клиентов в Российской Федерации находятся и пользуются, в общем-то, этой системой как предприятие малого бизнеса, среднего бизнеса и заканчивая такими монстрами, как, например, компании «Газпромнефть», «Магнит», «Сбербанк». Поговорим немножко о том, чем система Клик отличается от других систем BI. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что Кликсенс – это и мемори технология. То есть все данные, с которыми работают пользователи, они в момент работы находятся в оперативной памяти сервера одного или нескольких, и за счет этого пользователи получают ответ на свой запрос, с учетом выборки в пределах, дали секунд, иногда секунд, крайне редко там что-то более. Поэтому больше нет необходимости минутами, то и часами ждать, когда сформируется необходимый отчет, чтобы получить оттуда данные. На сегодняшний день все это укладывается в секунды в таких масштабах. При этом система Клик появилась в 2002 году, то есть уже порядка шла 14 лет, и вот изначально они развивают именно технологию in-memory. О других отличительных особенностях, таких как ассоциативная модель, лучше показывать, лучше говорить, подкрепляя слова какими-то визуальными представлениями, поэтому об этом мы еще поговорим именно в практической части. Следующий важный момент. Те BI-системы, которые появились достаточно давно, используют подобную структуру хранения данных, например, в частности, и здесь, скажем так, аналитика строится на основе формирования запросов. То есть есть большая модель, схема данных, и пользователи, разработчики, аналитики, они примируют запросы, которые выдают им определенный результат. И, как правило, каждый запрос, который продается к источнику данных, он возвращает конкретный результат, и один запрос по своим результатам может быть абсолютно не связан с другим запросом. В чем недостатки этих систем? В том, что результаты исполнения запросов, они независимы друг от друга. То есть мы задействуем определенные части схемы, определенные таблички, и дальше работаем уже только с ними. Система Клик, Клик, Кликсенс, они немножко по-другому предлагают работать. То есть Клик формирует такие компактные схемы на основе транзакционных данных. Причем все те данные, которые легли в схему, они по большому счету целостны, они все между собой связаны. И вся эта модель, вся эта схема, она как единая целая, как жилой организм работает. И поэтому, если пользователь что-либо выделяет в фильтрах, в графиках, которые полностью интерактивны, то это выделение, оно влияет на всю схему, и таким образом пользователь продолжает работать со всем тем массивом данных, который был загружен в модель или схему данных. В этом, собственно, преимущество таких моделей, которые предлагает формировать Клик, по сравнению с теми корреляционными запросами, которые были ранее. И, в общем-то, благодаря подобному развитию технологии, появилась возможность на сегодняшний день работать в том числе и с большими объемами данных. Как правило, в компании есть пользователи, которым необходим совершенно разный уровень информации. Кто-то смотрит только на агрегированном, на верхнем уровне данных с динамикой за несколько лет, но, опять же, на самом верхнем уровне. Кто-то опускается ниже, кто-то опускается еще ниже, вплоть до первичных транзакционных детальных данных. И система Клик как раз позволяет пользователям обеспечить именно ту гибкость, с помощью которой они могут работать с тем-либо иным массивом набором данных. Поэтому сейчас на экране представлено несколько таких рекордных компаний по объемам данных. Мы видим, что в компаниях используются десятки тысяч пользователей, миллиарды записей грузятся. В России тоже есть похожие примеры. Но это достаточно, на самом деле, редко, когда используются многомиллиардные источники данных. В большинстве случаев речь идет о более скромных объемах. Но, тем не менее, система может справляться как с тем, так и с другим. И два слова о нас, о компании BI-Consult. Мы находимся территориально в Санкт-Петербурге. Занимаемся системами Клик с 2009 года. То есть уже порядка 7-8 лет. Занимаемся успешно. На сегодняшний день у нас уже более 100 проектов реализовано на этой технологии Клик. И продолжаем активно развивать данное направление. За это время получили ряд различных статусов, наград. Являемся одними из совсем немногих владателей. Наград, как эксперты в ритейле, в производстве. Именно все на базе технологии Клик. По теории мы прошлись. Давайте перейдем к самому интересному. А именно к практической части. Посмотрим на систему Клик вживую. Сегодня мы попробуем с вами загрузить несколько различных данных. Это будут файлы формата Excel, XML. И в качестве примера подключения к базе данных мы подгрузим данные, которые содержатся в Клике Microsoft Access. Это, по сути, тоже база данных. И давайте бегло пройдемся, посмотрим на те данные, с которыми мы будем сегодня работать. В первую очередь это фактически наши показатели. Здесь в базе Microsoft Access содержатся данные по отгрузкам. Речь идет о компании, которая занимается дистрибьюцией различных товаров на территории России и стран СНГ. Поэтому в таблице фактов у нас представлены в основном транзакционные данные. Ну и есть ряд различного рода справочников, таких как информация по сотрудникам, адрес их проживания, такая детальная информация. Первичного рода информация это, собственно, сами сотрудники. В виде имя, фамилия. Рисполагательный идет уже их адрес. Немножко поработаем с картами. Для этого нам понадобятся как раз координаты. Здесь представлены координаты для некоторых регионов, к которым у нас идут отгрузки. И координаты в данном случае не что иное, как долгота и широта. Так, ну давайте начнем работать с этими данными. Запускаем систему ClickSense. И вот как только мы ее запустили, она сразу же предлагает нам создать некое приложение. Как раз в него мы и будем вывезти те данные, которые только что бегло с вами посмотрели. Поэтому мы с вами создаем новое приложение. Назовем его, например, демонстрация 2017. Приложение у нас создано. Мы его открываем. Так выглядит интерфейс системы Click в первом приближении. Но сразу же после того, как мы создали новое приложение, система предлагает нам подгрузить сюда данные. Можем подгружать несколькими способами. Используя штатный стандартный контракт. Здесь мы видим те источники, к которым можем подключиться. Здесь сразу поясню. Представлены наиболее часто используемый набор. Это различного рода плоские файлы. Это SQL сервер, Salesforce и так далее. Oracle. Если речь идет о каких-то специфичных источниках данных, таких как, например, SAP, Teradata, 1S, то для них существуют специализированные коннекторы, которые устанавливаются дополнительно. И они позволяют подключаться к этим базам, используя те аппликационные возможности, которые существуют у этих источников данных. Мы в данном случае с вами сегодня подключимся, скажем, к простому, к нашим простым источникам. Начнем с Excel. Можем таким образом подключаться. Указав здесь путь, где находится наш Excel файл, к которому мы можем подключиться. Либо можем воспользоваться другим способом. Мы можем в режиме drag and drop взять и перетащить те источники данных, с которыми мы планируем сегодня работать. Мы будем их подгружать последовательно, и в этом, в общем-то, есть свой смысл. Поэтому мы берем и последовательно перетаскиваем просто мышкой те источники данных, которые нам нужны. Здесь же система делает превью, показывает, что содержится в тех источниках, которые мы загружаем. Мы можем провести здесь небольшие преобразования, которые нас интересуют. В данном случае у нас в достаточно простом виде представлены исходные данные, нет никаких кросс-таблиц, поэтому мы просто нажимаем load data and finish. И данные из одного источника у нас таким образом подгрузились. Последовательно сделаем то же самое еще для двух источников. Мы возьмем адреса сотрудников, то же самое load data and finish. И третье, что мы возьмем, это склады отгрузки. Также делаем load data and finish. Три источника мы загрузили. И давайте посмотрим на то, что у нас получается, и построим, создать пока первичную визуализацию, то есть будем визуализировать именно связь. Интерфейс системы выглядит таким образом, что в верхней части экрана представлены основные управляющие элементы, самая первая кнопка, которая позволяет нам пройтись по основным разделам. Здесь же, если пройтись по ним, то можем кликать либо на название самого раздела, тогда в этом же окошке у нас откроется этот раздел, либо можем кликать правее на кнопочку, тогда он у нас откроется в соседней вкладочке. Это вот эта технология. То, что мы видим сейчас, это по сути не что иное, как веб в оболочке Windows. И вот мы видим здесь, кликнув на моделирование данных, следующую картину. Мы загрузили три таблички данных. Две из них у нас уже автоматом связались. Мы можем, перетягивая мышкой, выделяя наши таблички, получать первичную предварительную информацию, так называемую превью, о том, что же в них содержится. И вот что позволяет делать последние версии системы QuickSense, это вот в таком интерактивном виде, вручную, с помощью мышки, перетягивать наши таблицы для того, чтобы откроить определенного рода связи. Причем связи устанавливаются автоматически. Вот мы, взяв одну таблицу, увидим, что вот с этой табличкой она коррелирует достаточно хорошо. Со второй табличкой она коррелирует очень плохо. Поэтому, если вот мы наведем на первую табличку, система сама проанализировала значения полей, которые есть, связала их. Если мы хотим принудительно связать наши данные с другой таблицей, то система говорит, что автоматически я ничего найти не могу, поэтому обязательно укажите мне, по каким полям осуществлять связи. Это первый такой раздел, где моделирование может осуществляться. Дальше мы идем и пробуем, собственно, осуществить визуализацию того, что у нас есть. До этого переходим уже в режим работы с нашей визуальной частью. Здесь интерфейс системы немножечко дополняется, становится чуть больше. Опять же, те же самые управляющие кнопки, они так и остались. На всякий случай нажмем кнопочку «Сохранить данные». И дальше мы можем перейти в режим разработки. Нажав кнопочку «Edit», у нас появляется рабочий уголь, на который мы будем создавать нашу визуализацию. Здесь система достаточно просто, удобно, интуитивно выглядит. Есть несколько основных разделов. Самый первый раздел – это те объекты визуализации, которые нам доступны. Это всевозможные графики, таблицы, диаграммы. К ним мы вернемся чуть позже. Второй раздел появился, тоже достаточно недавно. Это так называемые экстеншены, виджеты, то есть те преднастроенные, являющиеся уже штатными средствами, более сложные объекты визуализации. Дальше идет раздел, где создаются, можно сказать, переменные. Здесь есть показатели, здесь есть разрезы, можно здесь создать, и дальше уже их использовать как единый глоссарий, в единую библиотеку для того, чтобы наполнять наши объекты. Ну и третий раздел, четвертый раздел, последний – это как раз те данные, которые мы загружали в нашу модель. Для начала мы просто берем, переносим, опять же, в режиме drag and drop здесь все осуществляется, несколько основных полей, которые у нас есть, для того, чтобы посмотреть именно ту ассоциативность. Мы вынесли фамилию сотрудника, мы вынесем имя сотрудника, добавим сюда город, как красиво построим, добавим сюда номер дома, выходим из режима редактирования, и получаем, в общем-то, то, чем уже можно работать пользователем, то есть то, как они это у себя видят. И здесь как раз можно посмотреть на еще одну отличительную особенность системы ClickSense по сравнению с другими биосистемами, это так называемая самая ассоциативность. То есть если мы что-либо выбираем в этих полях, объектах, так называемых фильтрах, например, я кликаю на имени сотрудника Сергея, у меня сразу такое трехцветовое распределение идет. То, что я выбираю фильтр, оно подсвечивается зеленым цветом, то, что я могу выбрать дополнительно в других фильтрах, оно подсвечивается белым цветом. То есть выбрав Сергея, я вижу, что у меня в компании находятся четыре Сергея, у них разные фамилии, там Махоркин, Петеркин, живут все в разных городах, и в то же самое время, да, серым цветом, я вижу то, что не связано с моим выбором. То есть, по сути, в любой момент времени пользователь, который работает с этой системой, он видит не только те данные, с которыми он может работать, но и те данные, которые недоступны с учетом текущего выбора, то есть, он все равно не теряет из виду весь набор данных, который был загружен. Ну и дальше я вот выбираю, например, здесь конкретно Сергея Печенкина, я вижу, что он живет в Санкт-Петербурге, живет он в доме номер 46. Это вот как раз действует принцип ассоциативной модели, к нему мы подойдем еще чуть позже, как раз после того, как подгрузим еще несколько данных. Переходим, скажем, в основной режим, в основной раздел, и давайте догрузим еще набор данных, которые нам понадобятся. Мы загрузим сюда координатами, также просто мышкой перенесем его. Но при этом мы сейчас сделаем не только лотом финиш, но и некую предварительную подготовку prepare data. Мы как раз опять возвращаемся к нашей схеме, видим, каким образом правильнее было бы связать те либо иные данные. В данном случае мы грузим наши координаты, этот шарик. Видим, что не очень хорошо он соотносится с различного рода данными, которые были загружены уже сюда. Здесь потребуется нам некое с вами профилирование. В частности, мы можем посмотреть на следующий момент. Почему такое происходит? В тех данных с координатами, которые мы загружаем, регион Санкт-Петербург называется СПП, а мы хотим его связать с нашими складами отгрузки. Там мы видим наименование Санкт-Петербург. Система, когда между собой сопоставляет все значения, видит, что соответствий нет. Если останется время, мы чуть подробнее расскажем о том, как данную проблему решать. В данном случае мы просто объединяем эти две таблички, потому что мы знаем, что они должны быть между собой связаны. И, соответственно, несмотря на то, что в одном случае у нас называется поле регион, а в другом называется регион отгрузки, именно по ним система интуитивно, интеллектуально сама определяет, что именно по этому полю нужно связать. При этом мы, естественно, можем совершенно по-другому разорвать эту связь и сделать новую. Но в данном случае система нам все сделала правильно, поэтому говорим «Хорошо». И нажимаем кнопочку «Загрузить данные». Все, данные у нас загрузились. Идем дальше. Переходим в соседний раздел как раз по загрузке данных. то, что мы делали сейчас, было в режиме drag and drop, в режиме конструктора, где мы мышки перетаскивали, объединяли. Если мы зайдем в раздел «Загрузки данных», то видим, что автоматически у нас здесь сгенерировался некий скрипт загрузки. То есть, те наши Excel-файлы, которые мы грузили, вот они все здесь представлены, то есть, как эта система в себя будет загружаться данной. При этом, обратите внимание на такой момент, что автоматически у нас сформировалась такая строчка где у Мейкпоинт. То есть, система распознала, что мы грузим долготу, широту, сама преобразовала систему координат. Вот это нововведение появилось также относительно недавно. Вообще, на текущий момент система клик достаточно активно развивается в плане работы с географическими картами. У нас, наверное, в конце февраля планируется более подробный семинар уже именно на эту тему, как работать в связках работы к лиценз и геоаналитика. Но, тем не менее, уже в штатных доступных возможностях, что есть по умолчанию, здесь есть возможность работы с картами в базовом режиме, и мы сегодня обязательно это посмотрим. Ну, и мы хотим с вами подключить еще один наш источник. Это будет, скажу, таблица актов, можно назвать, и здесь отдельный раздел мы создадим, а именно создадим новое подключение. По умолчанию система включается с помощью dbc-olidb, как правило, этого достаточно до 90% источников. И в данном случае мы как раз будем использовать olidb провайдер. Из установленных на данном оборудовании мы видим достаточно большой список. Мы будем подключаться с вами сегодня к microsoft access базе, для этого используем microsoft jet polydb провайдер. Выбираем его и дальше указываем именно уже непосредственно параметры подключения. Мы указываем где находится наша база, путь к нашей базе. здесь достаточно подробно указываем вплоть до расширения проверяем. Сейчас секундом. Сейчас секундом. Видимо, что-то некорректно первый раз скопировалось. Сейчас прописали путь, где у нас находится наша база, указали ее. Тест у нас прошел. Нажимаем кнопочку Create. У нас появилась строка подключения к нашей базе. И дальше мы можем посмотреть ее структуру. Есть несколько разделов. Первая опция – вставить строку подключения. Нажимаем на нее. Вот она у нас появилась. Когда мы нажмем на кнопочку загрузка данных, то система вот этот сценарий скрипт загрузки, который у нас есть, она последовательно будет его выполнять. Сначала в данном случае загрузить данные, которые будут здесь, из Microsoft Access, а затем перейдет к следующей секции, которая у нас автоматически сгенерировалась. Будут загружаться данные из Excel. И поэтому мы вот здесь уже можем перейти непосредственно к самой структуре нашей базы данных, с которой мы сегодня работаем. Подключившись к ней, мы видим здесь набор таблиц, которые присутствуют в нашей базе. Нас интересует пока первая самая. Выбираем ее. И опять же в режиме конструктора видим тот набор полей, которые в ней присутствуют. Можем здесь убирать лишние. Например, ID – это исключительно внутреннее поле. Никакой полезной информации для нас она не содержит, поэтому мы его даже грузить не будем. Здесь мы можем выбрать опцию «Вставить скрипт». И у нас автоматически в режиме конструктора данный скрипт формируется. Обратите внимание на то, что он состоит из двух частей. Первая часть идет на уровне SQL Select. Здесь используются те SQL-запросы, которые поддерживают именно источник данных. То есть если мы подключаемся к Oracle, то мы можем написать здесь в любой сложности запрос на SQL-языке Oracle, который отработает. Если мы подключаемся к SQL-серверу, то здесь SQL-запрос для SQL-сервера, который на выходе нам передаст определенный набор таблиц, определенный набор полей, которые будут в дальнейшем загружены в сам клик. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Нажимаем кнопочку «Загрузить данные». У нас пошла загрузка. Сейчас грузятся данные из всех источников, которые в данном случае у нас представлены. Загрузка у нас закончилась. Развернем побольше на весь экран. И давайте перейдем в раздел «Модель и схема данных». Посмотрим, что же у нас получилось. Вот у нас формировалась вот такого рода «Модель и схема данных». То есть все эти данные, которые мы подгрузили, где-то мы их связали вручную, где-то система автоматом их связала, там, где совпало наименование полей. В общем-то, полностью готова «Модель и схема». И вот возвращаемся к вопросу об ассоциативности, на что я хотел обратить особое внимание. У нас есть в данном случае таблица «Фактал», где у нас содержатся основные наши показатели. И к ней, по сути, различного рода справочники привязывают. Например, имена, фамилии сотрудников. Чем отличается ассоциативная модель от привычной нам схемы данных, которую мы видим в SQL? Мы видим, что здесь отсутствуют показатели связи один к одному, многие ко многим. То, что обычно присутствует в традиционных схемах. Потому что это именно ассоциативная модель, как ноу-хау клика. И если пользователь выбирает в объектах визуализации, не важно, в фильтрах, отчетах, таблицах, диаграммах какого-то сотрудника, имя, фамилию. Это отрабатывает сразу вся схема. В этой табличке выбирается то, что выбрал пользователь. И, соответственно, по связям во всех остальных таблицах отбираются именно те строки, которые связаны с выбором пользователя. Давайте посмотрим, как это выглядит уже вживую. Переходим в основной раздел. Вот здесь та визуализация, которую мы создавали. И мы с вами создадим еще один лист, чтобы у нас было побольше места. Перейдем в режим редактирования. Мы создадим нашу первую визуализацию. Мы хотим смотреть для начала самый простой график. Это столбчатая диаграмма. Мы мышкой перетаскиваем тот объект, который нас интересует. И дальше на него уже мышкой перетаскиваем те объекты, которые мы хотим визуализировать. Например, мы хотим посмотреть по городам. Мы перетаскиваем город. Выбираем опцию «Добавить город». Мы хотим посмотреть основные наши показатели. У нас два показателя. Это объем стоимости. Например, мы перенесем стоимость. Система нам подсказывает опцию «Как мы хотим увидеть». Мы хотим, чтобы это был именно показатель. Мы хотим суммарную стоимость посмотреть. Первый объект визуализации у нас уже готов. Таким же ровно способом мы можем перенести второй объект визуализации. Перенести туда показатели. Мы хотим уже посмотреть, например, по тем же самым городам. Перетаскиваем их. Мы хотим посмотреть уже показатели объема. А также перетаскиваем объем, выделяем сумму. Вот он у нас сформировался. Стоимости суммы, они очень пропорциональны. Поэтому давайте попробуем здесь, например, точку отгрузки отобразить. Место города. Выходим из режима редактирования. То есть, как это доступно пользователю. Вот видим уже два объекта визуализации. То есть, они уже полностью готовы. Данные, которые они отображают, построены на основе общей модели схемы данных. И поэтому можем уже полноценно с ними работать. Клик Sense позволяет осуществлять уже именно в них полную интерактивность. Можем выделять те значения, которые нас интересуют. Можем вот таким образом выделять те объекты, которые нам интересны. Либо с помощью такого инструмента, как LASSO, вот так его зацепляем и выделяем, скажем, вот эту область плюс вот эту область. Мы выбрали несколько складов. И обратите внимание, что соседние объекты, которые есть, пока у нас один, он меняется, перестраивается в зависимости от того, что мы выбрали. То есть, мы сейчас осуществили некий выбор. В верхней части экрана у нас всегда представлено, отображается то, что мы выбрали. Называемые фильтры. И они действуют, в общем-то, на все листы, на все закладки. И все объекты, которые есть в нашей модели, в нашем приложении, они перестраиваются в счет этого выбора. То есть, если мы перейдем на соседний лист, где мы формировали наш список фильтров значений, и здесь выберем, например, нескольких сотрудников, двух сотрудников я выбрал. Первый фильтр, который я делал на соседней закладке, он остается. К нему добавляется еще один. Если я вернусь на соседний лист сюда, то я вижу уже информацию именно с учетом тех точек отгрузки, которые были нововыбраны, и с учетом тех двух сотрудников, которые я отобрал на предыдущей закладке. Кстати, я вижу, что два сотрудника, есть два города, где они работают, но отгрузки отставляются достаточно большого количества складов. Идем с вами дальше. Создадим еще несколько объектов визуализации, для того, чтобы было более понятно, более наглядно. Мы хотим посмотреть, например, пузырьковую диаграмму, посмотреть распределение зависимостей, объема, стоимости по нашей продукции. Например, мы хотим как раз вывести, поместить туда наименование нашего товара, и уже по двум показателям по стоимости добавить сумму и по объему. Два показателя на одном графике я вывожу. Сформировался вот такой вид представления. Для всех объектов, которые мы видим, выделив нужный нам, он подсвечивается оранжевым цветом, и в правой части экрана появляются еще дополнительные свойства по данному объекту. Здесь мы можем задавать различного рода настройки. Если бегло говорить, то наименование, заголовки, шрифты, сортировку, формат отображения и так далее. Выходим из режима редактирования. Вот у нас смирался с вами еще один объект. Сбросить фильтр можно достаточно просто, нажав на крестик. И в этой части можем посмотреть следующее. Любая диаграмма разворачивается вот так красиво на весь экран. Я кручу колесиком мышки сейчас, она автоматом масштабируется. Вот таким образом. При этом, обратите внимание, в левой части, в правой части виднеются точки. Это означает, что не весь спектр товаров у нас отображен на экране. Какие-то товары остаются за границами данной области. Система интеллектуально подсказывает нам, что мы что-то выпускаем из вида. Здесь я могу выделять, осуществлять различные выборки. Я хочу вот эту область посмотреть более детально, вместе вот с этой областью. Я говорю, окей. Вот она у меня выбралась, смасштабировалась. Ну и соответственно, опять же, те объекты, все остальные, которые есть, они перестроились с учетом того, что я сейчас отобрал 11 наименований товаров. Здесь же мы с вами можем создать следующий объект визуализации. Это будет уже географическая карта. Опять же, есть штатный встроенный инструмент карта. Мы его мышкой перетаскиваем. Здесь мы хотим отобразить наши регионы. Мышки беру, перетаскиваю сюда. Вот у нас, по сути, карта уже сформировалась. Выйдя из режима разработки, полноценный режим, мы можем посмотреть, видим следующее, что по умолчанию здесь отобразилась у нас карта OpenStreetMap, где с учетом долготыжных, широты и тех координат, которые были, все регионы у нас подсвечены. Точки находятся на них. Дальше мы можем видоизменять этот объект, например, перейдя в раздел Background, не автоматическую карту мы хотим взять, а какую-то свою. Кликсенс предлагает использовать либо штатные карты, которые есть, либо можно использовать вообще свои в формате KLA, если ваше разделение, оно несколько отличается от общепринятого. Ну и здесь есть ссылочка, кликнув на которую. Открывается веб-страничка на сайте производителя. Да, и здесь несколько примеров карт, которые мы еще дополнительно можем использовать, они здесь представлены. Это все в штатном режиме, повторюсь. Вопрос по картам более глобальный, более общий. Вот отдельно будем посмотреть в следующий раз. Вот, ну мы, например, возьмем произвольно другую карту, просто скопируем ее отсюда и поместим в соответствующий раздел Background. Выходим из режима редактирования. Да, вот у нас карта преобразилась. Она выглядит уже немножко по-другому. Ну и, соответственно, она интерактивная, масштабируемая. Вот мы можем приближаться, в данном случае, Нижний Новгород. Ну и те координаты, те точки, которые были отражены у нас в координатах, вот они у нас подсвечиваются. Да, при этом мы можем дальше добавить на эту карту еще какой-нибудь показатель. Да, например, чтобы точки у нас были не все одинаковые, но были еще пропорциональны тем денежным значениям, которые у нас есть. Да, добавляем показатель. Переходим в общий режим. Да, видим, что точки у нас уже изменили свои пропорции в зависимости от показателя. Ну и далее, далее, далее. Можно настраивать здесь в настройках достаточно много всего. Вплоть там до цветов. Да, мы хотим, чтобы они по показателю еще варьировались, изменялись, чтобы наша карта была еще более красивой. Вот в таком варианте. Да, видим, теперь не только размер шарика у нас изменился, но еще и цветовое представление и цветовое отображение. Идем дальше. Сбросим фильтр, который у нас был. Давайте создадим с вами уже табличные представления, даже без них. Для этого создадим с вами третий лист, еще один. И вот здесь мы как раз принесем несколько табличных отчетов, табличных представлений. Здесь есть два варианта. Это плоская таблица. Опять же, мышкой берем, перетаскиваем ее. И опять же, мышкой можем добавлять сюда новые измерения, новые выражения. Мы хотим посмотреть по городам, добавить город. Мы хотим посмотреть различного рода показателей. Например, тот же самый объем. Добавить как стоимость. Хотим посмотреть объем, хотим посмотреть саму стоимость. Вот у нас такая табличка сформировалась. Можем идти дальше. Создать здесь же, эту немножко область сделаем поменьше. Система автоматически ее сжимает. Второй вид таблички, это Pimot Table, называется сводная таблица. Здесь мы можем уже выводить несколько разных объектов. Именно несколько измерений. Таких, как... Ну, давайте просто накидаем сюда то, что у нас есть. Мы хотим опускаться, например, от региона на самом верхнем уровне. Мы добавляем регион. От региона мы будем спускаться, скажем, до фамилии сотрудника. Добавить фамилию сотрудника. Плюс еще сюда же будем опускаться до, не знаю, даты продажи. Переходим сюда, добавляем дату. Мы смотрим какой-нибудь показатель, например, стоимость. Переносим стоимость. Не туда мы немножко и перенесли. И, когда мы переносим показатель, нужно, чтобы оранжевым цветом подсветился тот объект, куда мы хотим его перенести. Таким образом мы добавляем стоимость. Выходим из режима редактирования. Вот у нас сформировалось наше табличное представление. Развернем на весь экран, чтобы было лучше видно. На первом уровне у нас регион идет, который дальше раскрывается на сотрудника. Он может таким образом проваливаться. Да, и каждый сотрудник еще ниже, более детально раскрывается на даты, которые он осуществлял отгрузки. При этом мы можем перетаскивать, менять местами измерения выражения показателей. Для этого мышкой берем, перетаскиваем, например, одно из измерений сюда в верхнюю часть. Система у нас перестраивает, пересчитывает. И, соответственно, мы достаточно сильно уже таким образом трансформировали наш отчет. Теперь у нас в столбцах располагаются даты. И в каждую дату мы видим по регионам при необходимости детализации по сотрудникам результаты их показателей, результаты их деятельности. Вот такая сводная таблица, где мы можем переразить именно в режиме конструктора, грубо говоря, очень похоже немножко на лапку бы, да, именно те представления, которые нам нужны. Ну и, естественно, любой объект при необходимости можно экспортировать в Excel, в PDF, в PowerPoint, либо же отправить на печать. Но это было все достаточно просто. То есть все, что мы сейчас сделали, все было осуществлено мышкой в режиме drag and drop. Если мы хотим сделать более сложную аналитику, в частности, какие-нибудь вычисляемые поля, вычисляемые таблицы создать, то можем достаточно так же просто это сделать. Следующим образом, да, вот давайте в эту табличку добавим несколько показателей уже таких просчитанных, более незагружаемых, грубо говоря. Выделив ее, в правой части мы видим ее настройки, видим, что у нас есть измерение город, есть там два показателя. Мы можем добавить еще одну колонку, хотим вывести еще один показатель. Мы хотим вывести данные строго за какой-то год. Перед этим давайте сделаем вот еще одну такую вещь. Посмотрим внимательно на нашу модель, схему данных. Посмотрим, в каком виде у нас представлена дата, с которой мы можем работать. Видим, что есть дата продаж, которую мы загрузили. Она выглядит в таком привычном формате, число, месяц, год. Для того, чтобы у нас была большая гибкость в работе, мы хотим эту дату несколько разложить на составляющие. Для этого мы перейдем в режим работы с нашим скриптовым сценарием загрузки. Мы можем его менять. Мы видим, здесь мы как раз загружаем нашу дату продаж. И дальше мы немножко изменим. Воспользуемся различного рода стандартными функциями. Система нам сразу подсказывает, какие они есть. В справке можно более подробно еще об этом посмотреть. Мы хотим при помощи функции ER нашу дату продаж разложить и сделать ее как год. То же самое мы можем сделать при помощи функции еще одной месяц. Для того, чтобы более детально можно было погружаться. При помощи функции месяц мы отдельно выберем еще и месяц. Пока хватит. Дальше можно опускаться до дней, недель, декад, кварталов, до чего угодно. Прогружаем еще раз данные. Мы изменили скрипт. Сейчас нам необходимо их прогрузить, для того, чтобы он еще раз у нас отработал. И помимо данных, в наших данных появилось еще отдельно год, отдельно еще месяц. Данные у нас прогрузились. Переходим в наш основной раздел приложения. Вот наше табличное представление. Сюда в качестве фильтров мы можем вывести как раз то, что мы только что сделали. Это отдельно поле год. Отдельно поле месяц. И мы хотим, чтобы у нас в табличном представлении здесь появлялось еще одно дополнительное поле, которое бы всегда показывало значение только за один определенный год. Это очень распространенная практика. Вот здесь как раз мы посмотрим уже такие более сложные вещи, когда нам нужно не только визуализировать имеющиеся данные, но и посчитать, что это более сложные. Например, сравнить с показателями предыдущего года, с данными в целом по компании, средние посчитать. Мы возвращаемся сюда, создаем новое поле. Переходим опять же в режим формирования функций, режим формирования формул. Здесь достаточно простой, с одной стороны используется язык, пока все знакомо, там сумма и так далее. При этом система автоматом нам подсказывает синтаксис, как правильно написать. Его можно более подробно изучить, ознакомиться, зайдя в справку в основном разделе, который здесь есть. Например, есть раздел Help, откроется в вебе справка, где очень подробно расписано то, как работает с этой системой. Часть разделов есть больше на русском языке. Здесь с конкретными примерами, все эти функции, все опции и так далее. Много всего интересного можно найти и посмотреть. Возвращаемся сюда. И здесь напишем сейчас с учетом того синтаксиса, который есть, формулу, которую я сейчас прокомментирую. Возвращаемся сюда. Спасибо. Спасибо. Если мы с точки зрения синтаксиса все правильно написали, то вот здесь подсвечивается, что окей, система распознала синтаксис, все корректно. А здесь в этой формуле мы что делаем по сути? Мы берем показатели сумма наших значений по объему, но при этом четко фиксируем из всего множества значений, которые у нас есть, только данные по разрезу в 2016 год. Как это выглядит? Здесь говорим apply, выходим из режима редактирования, вот появился наш столбец. Видим следующее. Здесь значение 39,3 миллиона 990 тысяч. Если мы что-либо выбираем в фильтрах, например, выбираем 2013 год, то первый столбец, объем, который мы не фиксировали, он изменяется с учетом нашего выбора. Сейчас он показывает значение за 2013 год. Этот же последний столбец всегда строго показывает значение за 2016. То есть, если мы сейчас выберем 2016 год, то значения первого и последнего столбца у нас совпадают. Если мы выберем еще и 15, соответственно, первый столбец уже показывает значения суммарные за 2015 и 2016 год, в то время как здесь у нас четко зафиксировано именно за 2016 год. Вот таким образом здесь реализовываются более сложные вещи. Давайте для закрепления добавим сюда еще один столбец. Зайдем в режим конструктора. Мы хотим посмотреть, скажем, давайте возьмем долю от общего. Поэтому, опять же, мы возьмем знакомый указатель суммы. Здесь будет у нас объем, который будет делиться на значение суммы. Здесь вот такую конструкцию мы с вами пропишем. Total. Объем. Скобочку закрываем. Синтаксия говорит, что все у нас окей. Поэтому говорим apply. Сформировалось процентное соотношение. Для того, чтобы это было больше похоже на проценты, немножко здесь изменим формат для данного поля. Здесь у нас будет number. Ну и в качестве примера вот так вот проценты возьмем. Готово. Выходим из режима редактирования. По сути, мы только что с вами добавили еще один столбец, который показывает долю в объеме конкретного того, что отображается на строках, в данном случае город. Видим, что доля Липецка 5% от общего объема. Общий тотал 100%. И таким образом можно создавать более сложные вещи как в табличном, так и в графическом представлении, так и всевозможные DPI. И еще один момент хотел сегодня показать. Это достаточно интерактивная и полезная вещь. Как раз полезная для проведения собраний, семинаров. Когда сотрудники приходят, распечатывают свои отчеты из Excel, и половина собрания занимает то, что выясняет, у кого же данные более правильные. Система Клик позволяет таким образом подойти к этому процессу, что заранее можно подготовить здесь в виде презентации. Например, мы хотим здесь во время анализа взять данные за несколько регионов. Либо давайте возьмем только один регион Москва. Будем смотреть данные по Москве за 2015 год. Вот мы выбрали это фильтры, у нас зафиксировалось все. Дальше мы можем навести на любой объект. Появляется такой экранчик, как фотоаппарат. Вот мы сфотографировали табличное представление. Возвращаемся сюда, возьмем тоже несколько данных отсюда. Возьмем вот это представление. Вот это представление возьмем. На иконочку фотоаппарата нажмем. Ну и хватит нам, пожалуй. После чего есть раздел «Мои истории». Здесь создадим новую историю. Сейчас ее называть не будем в целях экономии времени. По сути, это некий аналог PowerPoint. У нас есть слайды. Первый слайд, второй слайд, третий слайд. Можно их добавлять сколько угодно. И на этот слайд мы выводим то, что мы отобразили. То, что мы сфиксировали значком фотоаппарата. Переносим нашу табличку. Можем здесь разместить заголовок. Например, назовем результат по Москве. Это будет у нас на первом экране. На втором экране мы отобразим такую диаграмму. Здесь мы отобразим вот такую диаграмму. Здесь дополнительные подсветки можем сделать. Мы хотим отобразить сюда. Таким образом. Либо можем отобразить, зафиксировать что-то здесь. Конкретно вот этот показатель, который нас интересует. Хотим отобразить особое внимание сюда. На третьем слайде разместим наш еще один объект визуализации. Это пузырьковая диаграмма. Здесь мы хотим отобразить, подсветить особо какую-нибудь область. Вот на эту мы хотим обратить особое внимание. Подсветим ее зеленым цветом, потому что там все хорошо в них. И дальше запускаем то, что мы реализовали. Нашу презентацию. И либо на экране компьютера мышкой перелистываем страницы, которые есть. Либо, если мы используем мобильный девайс, в планшете пальцем перелистываем, они у нас вот так красиво листаются. И в любой момент времени мы можем кликнуть с правой кнопкой и перейти к источнику. И у нас откроется приложение с тем набором фильтров, которые у нас были в тот момент, когда мы и делали снимки экрана. То есть мы можем детализироваться сюда. Так, коллеги, время у нас немножечко поджимает. Поэтому по основным таким моментам в визуальной части, в принципе, мы все с вами посмотрели. Смотрели, как загружаются данные, как формируется визуализация, как статильная модель строится, более сложные вещи здесь реализовываются. Да, и вот в нашей заключении есть секции. Давайте посмотрим на вопросы, которые пришли, которые возникли. Давайте пройдемся по ним, попробуем на них на все ответить. Запись данного вебинара, да, ведется. Где он будет размещен, я думаю, лучше будет уточнить у нашего отдела по маркетингу. То есть у коллег, которые направляли приглашение. Вот. Если обратитесь к ним, то они пришлют как раз необходимую ссылочку. Вообще есть у нас замечательный канал в YouTube, где очень много различного рода видео представлено. И то, что сегодняшнее было, тоже наверняка там появится. Какие-нибудь еще вопросы? Какие-нибудь еще вопросы? Коллеги, у кого-нибудь вопросы еще возникли? Вопрос, как обстоят дела с интеграцией в свои системы, например, на SharePoint. То, что мы видим, это, по сути, веб-технология, базирующаяся на HTML5. Все объекты, которые здесь есть, на них достаточно просто получить ссылочку, и в формате iFrame вы получите нужный вам объект визуализации, который в дальнейшем спокойно можно встроить в любой веб-портал, в том числе и в SharePoint. Для этого модули никаких дополнительных приобретать не требуется. И периодически я даже здесь, сейчас уже, к сожалению, времени мало, показываю примеры того, как формируются те либо иные графики. Как можно получить код на тот объект, который есть. Например, мы получили диаграмму из ClickSense. Зайдя в режим разработки, можно получить прямую ссылочку на нее. И, соответственно, этот объект уже встроить в любой другой веб-портал. Здесь важно иметь такой бедуз в следующий момент. Пользователь, который заходит на веб-портал, у него есть логин-пароль, то есть доступ к системе Click. По сути, все объекты, которые есть, отображаются на портале. В этот момент они разворачиваются на сервере ClickSense. Там обсчитываются, и пользователю на портал уже, по сути, возвращается конечная картинка. За счет этого есть полная интерактивность. То есть можно выводить фильтры, разрезы, графики, которые будут перестраиваться с учетом уровня пользователя. А математическая часть смарт-аппарата в этот момент именно сервера ClickSense будет работать, будет это все обсчитывать. Так, ну если вопросов на сегодня больше нет, то тогда большое спасибо всем за внимание. В любом случае, если в дальнейшем какие-то вопросы возникнут, можете обратиться либо ко мне напрямую, либо через моих коллег. Мои координаты сейчас на экране представлены. Буду рад ответить более подробно на возникающие вопросы. Спасибо коллеги за внимание. Всего хорошего.